я вот и снова entire music в этом видео я коротенько коротенько покажу в общем как питчить бас но опять же берем сэмпл как я описывал примерно этим же способом делаем все те же операции с ним но здесь я использовал не crossfade как мне писали в комментах попробовал envelope использовать но в данном бите принципе этого хватило но иногда не хватает длины баса допустим если нужен сплошной в общем на долгое расстояние такие биты бывают ну вот я включаю под envelope ноту баса все затухает в этом в принципе и есть хорошая сторона crossfade тем что ну здесь сэмпл немножко не подходит тем что при crossfade мы удерживаем клавишу нажатой и получается но в принципе бас будет играть бесконечно но здесь немножко бы нужно было бы обрезать сэмпл где-то в этом месте сделать затем релиз чуть помягче вот и тогда показать бы удался хороший в принципе здесь если выкрутить почти на максимум в принципе небольшой скачок есть если компрессор использовать плюс на фоне не будет сильно слышен так мы вернемся к пичу ну в общем ничего такого тут особо сложного нет опять пиано ролл вот один из моих битов вот как выглядит басовая дорожка ну тут тоже не сильно я заморачивался в общем слушаем ну вот пич где у нас не считая пиано ролл высокой ноты вот используется пич вот этот скачок такой как делать ставим ноту поставил здесь допустим опять же ставим обычную ноту двойной клик левым щелчком выбираем вот этот значок слайд ацепт и получаем вот следующее постепенный такой бы нарастание пича получается до ноты опять а4 вот выше то есть на октаву здесь я сделал но мне оно такое большое не нужно я здесь делал половину меньше для того чтобы успела возвратиться нота в исходное состояние немножко ну как бы получается она поднимается до опять и немножко распускается до d5 вот ну можно сделать было короче допустим вот так послушаем что будет ну так почти не слышен этот сам эффект плавного нарастания да все равно что просто сразу поставить на того высшему так слушаем дальше здесь уже используется полная как бы нота полость я сделал что по длине всей ноте возрастал и вот у меня тут в концовке немножко понижение плечи вот такой принцип здесь так же самое только мы ставим вот ноту да и до нужной ноты так же само двойным кликом слайд 4 все собственно говоря здесь ничего преступного сложного такого нет ну можно экспериментировать желательно как бы я оставил по моему вас уже дело когда у меня были дорожки ударных сейчас я подключаю это бит это я сделал и поднял ты стал вас я туда же вас писал первее чем наверно острова основной свой инструмент этого бита ну вот так вот она звучит но сейчас коротенькая демочка пользуюсь случаем это еще набросок это не готовы бить далеко ну в общем так как звучит ну собственно этого хватит кстати здесь пользуясь случаем ну я то что у меня на мастер канале и дальше не буду долго показывать там много чего висит в общем долго объяснять покажу насчет баса я здесь лейрингом использую еще такой синтезатор ну это же здесь получается за счет него делается объемный бас так и немножко отвлекся в общем еще раз объясняем по новой получается методом лейринга я накладываю сюда еще один синтезатор но это уже из родных вот такой аурал синапс какой-то ну в общем то я так подбирал один из лидов в общем и на низкой частоте он звучит так сейчас теперь отключу эту дорожку здесь опять же обрезан эквалайзером еще добавлен объем вот за счет этого объема я его взял чтобы он с басом делал бас объемный но немножко конечно не совпадает он по фазе но тем не менее так тем не менее на фоне звучит довольно неплохо ну вот в принципе все с вами был энтайр мюзик и вы подписываетесь или не подписываетесь ставьте лайк или не ставьте до следующего выпуска